Гражданская авиация Гражданская авиация Экзюпери был профессиональным летчиком, писателем и поэтом родом из Франции. За всю свою карьеру профессионального летчика Экзюпери совершил огромное количество полетов и потерпел 15 аварий. 31 июля 1944 года стал роковым днем для писателя. Он отправился в разведывательный полет с аэродрома Борга, находящегося на острове Корсика, и не вернулся. В произведениях Экзюпери надежда никогда не покидает человека. Она помогает ему жить, бороться, совершать подвиги. Ремесло пилота – битва, постоянное сважение с титанами, со стихиями, ураганом, грозой, мраком, холодом. В этом постоянном противоборстве происходило рождение человека, воспитание личности. Не просто водить почтовые самолеты, особенно образца 1930-х годов, когда еще господствовали бипланы. Роман «Южный почтовый» – это роман о Жаке Бернисе, почтовом пилоте. Его деятельность требует постоянной борьбы, извечного поиска. Он ищет ту, настоящую жизнь. Редкие визиты домой, встречи с маврами на марокканском аэродроме, перелеты через пустыню и океан, находясь в постоянном пути, он испытывает себя. Повесть Антуана Сент-Экзюпери «Ночной полет» про гражданскую авиацию. Она приглашает нас в то время, когда коммерческая авиация лишь зарождалась. Один из главных героев – директор сети почтовых авиалиний «Ривьер», отличается очень жестким характером. Он отчаянно пытается доказать, не только военные, но и гражданские пилоты могут летать по ночам, доставляя почту быстрее наземного транспорта. Один из братства закаленных авиаторов, летчик по имени Фабиан, на своем самолете вышел в полет. Гражданская авиация должна освоить регулярные ночные полеты. Такая задача. Однако в этот раз ночь оказалась грозным противником. Буря, возникшая в глубине материка, движется от Кордильер к морю и захватывает в свои страшные лапы маленький почтовый самолет, выполняющий один из первых регулярных ночных рейсов в Аргентине. Непроглядный мрак, внезапные завихрения, воздушные ямы, минутная слабость и испуг, когда кажется, что забарахлил мотор, а вдобавок ко всему – безбрежный ураган, надвигающийся со скоростью 30 метров в секунду и малый остаток топлива на борту. Лишь гироскоп, компас и высотомер – помощники летчику. Летчик и радист в страшном напряжении ведут борьбу за свою жизнь. Удастся ли победить? Удастся ли посадить самолет и выжить? Произведение британо-канадского писателя Артура Хейли не просто романа. Каждая ставит предчитателям острые нравственные вопросы, отличается лихо закрученной интригой, поразительной детализацией происходящего и реализма. Прежде чем приступить к написанию очередного шедевра, писатель собирал информацию, штудировал специальную литературу и служебную документацию, вплоть до должностных инструкций. За 40-летнюю творческую биографию Хейли написал только 11 книг, но зато каких! Бестселлерами «Отель», «На грани катастрофы», «Аэропорт» зачитывались во всем мире, книги сметались с прилавком при каждом переиздании, передавались из рук в руки и воплощались на киноэкране. Аэропорт – роман Артура Хейли, вышедший в 1968 году. Вымышленный город, где находится крупнейший аэропорт, неожиданно накрывает снежный буран, поэтому все службы работают в экстренном режиме. На сотрудников аэропорта обрушивается одна проблема за другой, начиная от сгинувшей непонятно где машины с продуктами до страшной аварии на борту одного из самолетов. А ко всему прочему добавляются обострившиеся личные проблемы героев, их сложные душевные драмы. Вот в такой запутанный клубок сюжетных линий завяжется действие романа, уместившееся в один пятничный вечер. По роману «Аэропорт» в 1970 году был снят фильм с ведущими голливудскими актерами, 10 номинаций на премию «Оскар». Книга Дина Кунца «Единственный выживший. Мистический детектив». Что-то вроде сочинения Стивена Кинга. Сюжет повествует о расследовании трагической и загадочной гибели пассажирского самолета, которое проводит бывший репортер, потерявший в этой трагедии жену и маленьких дочек, и у него не оставалось желания жить дальше. Решив уйти из жизни, Джо посещает могилы своих родных и встречает таинственную женщину по имени Рита, которая утверждает, что была на борту разбившегося самолета. Кто она? Как возможно то, что она осталась в живых, если самолет буквально разорвала на части? И почему ее преследуют опасные люди? Расследование сопровождается весьма кровавыми мистическими событиями и дает понять читателю, что за трагедией стоят очень влиятельные корпорации. Писатель Виктор Иванович Крюков в 1943 году был призван в Советскую армию, служил в зенитной артиллерии, затем после окончания авиационно-технической школы был механиком, техником самолета, химинструктором в Высшем летном училище. В 1956 году с отличием окончил Литературный институт имени Горького. Первую книгу Виктора Крюкова, вышедшую в военном издательстве в 1958 году, составили рассказы об авиаторах. В его романе «Свет любви» правдиво раскрывается героика напряженного труда и беспокойной жизни советских летчиков и тех, кто обеспечивает безопасность полетов. Не спроста не только летная служба, но и серьезная ответственность лежит на плечах авиадиспетчеров, радистов. В сюжете есть место для дружбы, предательства, любви, ревности, ссор с начальством. В книге Николая Надеждина «Игорь Сикорский. Русский Витязь» представлена биография великого русского и американского авиаконструктора, религиозного мыслителя и философа Игоря Ивановича Сикорского. Создатель первого в мире серийного вертолета Игорь Сикорский был еще и основателем российской авиапромышленности. Его гению принадлежит заслуга постройки второго отечественного самолета, первого в мире многомоторного пассажирского самолета и первого тяжелого бомбардировщика Илья Муромец, ставшего лучшим летательным аппаратом Первой мировой войны. Уехав из России в революционные годы, Сикорский, один из немногих эмигрантов, состоялся и в США, основав собственную авиастроительную компанию. Гидропланы Сикорского были самыми популярными в предвоенной Америке пассажирскими самолетами. В конце 30-х годов Сикорский переключился на конструирование вертолетов и достиг в этом деле невероятных успехов. Книга Леонида Кербера Туполев «Воспоминания о выдающемся авиаконструкторе Андрея Николаевича Туполева». О человеке, помогавшем Николаю Егоровичу Жуковскому исследовать проблемы аэро- и гидродинамики, прошедшим столько испытаний, но не сломившимся и создавшим вместе со своим конструкторским бюро более 100 типов военных и гражданских самолетов, среди которых Ан-25, Ту-104 – первый реактивный самолет, Ту-114, Ту-144 – сверхзвуковой пассажирский. Именно на самолете конструкции Туполева Валерий Чкалов и его товарищи совершили знаменитый перелет США через Северный полюс. Автор книги «Черный ящик» Александр Соколов – бывший летчик. Он тщательно проанализировал причины знаменитых авиакатастроф и сделал вывод, что они случились не из-за роковой случайности, а вследствие серьезных, а то и невероятных ошибок, как экипажей самолетов, так и авиадиспетчеров. Автор подводит к выводу, что каждая катастрофа – вполне ожидаемый финал. Так кто виноват в том, что самолеты падают? Вправили мы все списывать на отказ оборудования и техники? В книге приведены примеры наиболее знаковых авиакатастроф, происшедших в недавнем прошлом. В книгу известных кинодраматургов Юлия Тодоровича Думского, Валерия Семеновича Фрида и Александра Наумьевича Митты вошла повесть «Экипаж» о труднейших испытаниях, выпавших на долю людей мирной профессии, летчиков гражданской авиации. Многогранность человеческих отношений, понятия о долге и чести и, конечно же, любовь нашли в ней свое отражение. Андрея Тимченко, командира воздушного лайнера, вызывает к руководству и дает задание – отправиться в африканскую страну, где работают советские специалисты, чтобы вывести их из зоны землетрясения. Обстановка накаляется с каждым часом, действовать нужно очень быстро. Прибыв на место катастрофы, экипаж понимает, что время терять нельзя. Кругом все в огне, с гор сходит лавина, в аэропорту паника. Самолет заполняется ранеными специалистами, взлететь удается просто чудом. Однако хвостовая часть лайнера повреждена, «Роль высоты заблокирована». Что случится с нашими героями, вы можете узнать, прочитав эту книгу. Фильм «Экипаж» был снят режиссером Александром Метоев в 1980 году. Его посмотрели более 70 миллионов зрителей. Изначально он должен был носить название «Запас прочности». Это был первый в истории кинематографии СССР фильм «Катастрофа». В нем рассказывается не только о моментах, связанных с работой летчиков в экстремальных условиях, но и рассматривается их непростая личная жизнь. Актерский состав был подобран очень удачно. В фильме снимались звезды советского кинематографа Леонид Филатов, Георгий Жжонов, Екатерина Васильева, Александра Яковлева, Анатолий Васильев и другие. Он имел большой успех и до сих пор пользуется любовью зрителей. Всемирная известная поезд Бориса Полевого написана сразу после Великой Отечественной войны в 1946 году и основана на реальных событиях. Это история о военном летчике Алексея Мересиеве, который был сбит в воздушном бою в марте 1942 года. Его самолет упал на вражеской территории в нескольких десятках километров от линии фронта. Летчик был ранен, но, решив во что бы то ни стало пробраться к своим, он 18 суток ползет по заснеженному лесу, превозмогая голод, холод и нечеловеческую боль. Впереди госпиталь, ампутация ног. Мересиев потерял обе ноги, но поставил перед собой цель вернуться в строй и добился этого. Прототипом героя Полевого послужил герой Советского Союза летчик Алексей Марийсев. За время войны он совершил 86 боевых вылетов и сбил 11 самолетов, 4 до ранения и 7 после. Повесть была издана практически во всем мире и до сих пор пользуется огромной популярностью. Человек и небо. Сколько веков люди мечтали покорить небеса и взлететь, как птицы. И со временем эта мечта превратилась в реальность. Профессия летчика стала обыденной. Уже нет ничего героического в полетах на высоте тысяч метров, но все-таки голубая бездна над головой вызывает трепет у тех, для кого небо стало вторым домом. Слава Богу! Слава Богу! Продолжение следует...